В Славянском районе состоялся сезональный этап традиционного фестиваля геройко-патриотической песни «Пою моё Отечество». В городском Доме культуры Славянска-на-Кубани собрались победители муниципальных этапов конкурса со всего Краснодарского края. В Славянский район представляли три сольных исполнителя и две вокальных группы. Кто победил в конкурсе, знают Тина Капачевская и Михаил Варгулёв. 13-й раз в фестивале «Пою моё Отечество» приняли участие молодежные вокальные коллективы. Отдельные исполнители и авторы патриотических песен из городов и станиц края. Конкурсанты выступали в четырёх номинациях – солисты, вокальные коллективы, бардовская песня и песня «Спутница солдата». Все участники волновались и, конечно же, надеялись победить. Народный коллектив «Девчата» из города Краснодара не стали исключением. В конкурсе они участвуют уже в четвёртый раз и не раз занимали первые места. В этом году они также надеются, что удача на их стороне. В этом году нам очень смирилось попасть на краевой конкурс. Мы думаем, что мы будем сильнейшими, конечно. И хочу пожелать удачи всем остальным нашим соперникам. На фестивале присутствовал заместитель руководителя «Кубань-Патриот-центра» Николай Гришин. Он отметил, такие мероприятия способствуют воспитанию в молодёжной среде патриотизма, преданности российскому государству, малой родине Кубани и сохранению культурно-исторических традиций России, а также помогают развиваться творчески. Конечно, фестиваль проводится с целью духовного, нравственного и эстетического испытания нашего подрастающего поколения, а также пропаганда воинской удобности, храбрости путём искусства и культуры. Ну и самое главное – это выявление талантливых певцов, исполнителей патриотической песни, авторов патриотической песни. Одна из участниц – Диана Гладкая из города Славянска на Кубани – поёт уже 10 лет. Помимо этого, она ещё учится в школе. Уже не раз принимала участие в этом конкурсе. Девушка признаётся, что это очень важный фестиваль, ведь он развивает чувство патриотизма. После своего выступления она поделилась с нашей съёмочной группой своими впечатлениями и рассказала о песне, которую исполняла. Ну, я пела песню «Мишка несит». Она рассказывает о войне, о тех чувствах, которые испытывают солдат во время войны. И, ну, большинство неверных солдат, которых развивается чувство патриотизма, они будут идти до конца и никогда не покажут своего страха. Среди победителей конкурса оказалось немало славянцев. В номинации «Соло» лучшим стал Рашид Халилов. Лидерами среди вокальных коллективов оказалась группа «Империя». И среди младшей возрастной категории первое место заняла вокальная группа «Дружба». Победители муниципальных отборочных туров попадут на конкурсное прослушивание «Финал». В результате лучшие исполнители выступят в галоконцерте в мае месяце в городе Анапа. Тина Копачевская, Михаил Варгулёв, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова